приветствую вас на канале москвичи без границ мы приехали на пляж кату сегодня 27 июля покажем погоду покажем море покажем пляж ката хукет таиланд 2023 вот все вам расскажем подробненько что здесь имеется позади меня он в той стороне парковка бесплатная вот утром здесь машин поменьше всегда найдете себе куда поставить транспорт можно вроде бы и здесь ставить но не знаю сюда мы не рискуем ставить вот здесь сразу сбоку ведут всякие кокосы продают картошка при уже хоть сейчас и время 9 утра подготовка идет полным ходом также можно здесь купить фрукты киви маракуйя манго кокос чипсики водичку пиво все есть плюс тут же можно приобрести себе шорты купальники панамочки заводика коврики мячики все детские всякие штуки маски подводные там и так далее круги вот здесь такой идет поворот тут отель по эту сторону находится то есть заход получается только здесь крайнего угла либо там дальше дальше вот здесь ближе нету захода потому что через отель вы не пройдете сегодня в принципе светит у нас солнышко вот небольшие какие-то облачка есть я думаю они сейчас уйдут и будет вообще здорово вот здесь берем кокосы смузи можно взять также сразу вот что у нас у нас по ходу дела небольшой от ли по правую сторону теневая зона на пляже есть где можно лежать под деревьями во время палящего солнца ивану чего не будет мешать вот единственно только там из-под забора выходят курочки петушки вот будут подъедать вашу еду если вы оставить по левую сторону лежаки шезлонги вот сейчас еще видать рано утром народу видите не так много вот позже сейчас начнет сюда приезжать весь транспорт техника катера гидроциклы чтобы кататься вот а мы пойдем сейчас правую сторону туда подальше хотим с юлькой сегодня поплавать в море с маской посмотреть подводный мир мы купили вторую маску маску я здесь купил за 400 бат вот хорошую такую неплохую на единственное она белок была без трубки вот сейчас я хочу еще где-то найти трубку купить отдельно потому что маска была вообще шикарная вот есть маска за 350 бат она с трубкой но она про какая-то но не знают детская такая не очень вот так что я взял хорошую маску потом покажу как она выглядит купили мы ее на а ее ауен бич вот он находится у нас на другой стороне острова вот вот есть у нас обзор на этот пляж на нашем канале вот там пляж без волны идеально подходит для детей вот ну и посмотрите какой сейчас отлив вода была утром вот здесь получается и вон она где куда надо идти сейчас за водой вот там где камни вот там впереди перед островом там есть как раз таки небольшой коралловый риф где можно будет поплавать с маской мы волны эти пройдем там уже дальше волны не такие сильные можно будет спокойно поплавать бокса я подводный собой взял будет здорово еще можно будет прогуляться туда вот в камушке вам показать что там есть что там есть интересного что там находится пляж в принципе очень большой то есть сами представляете вот отсюда вот такая бухта и он туда где белые дома вот там вот он только заканчивается место вы себе везде найдете где расположиться где отдохнуть во-первых зелено вот сейчас солнышко вот здесь выйдет от тучек будет нам освещать воду давайте вам воду наверно покажу также здесь я тоже как-то был один раз и прям в воде около берега какая-то большая рыба плавала что за рыба я так и не понял но большая прикольная красивая рыбеха было похоже которые вот эти вот раздуваются как шарики потом становится вот вода чистая прикольная теплая опять же таки градусов 30 вот я уже измерял разочек вам видео показывал если вам это надо пишите в комментариях буду почаще измерять температуру чтобы вы быть чтобы донести вам актуальную прям информацию реальную вот люди катаются на волнах волны не сильные волны спокойные то сегодня море шикарное единственное впереди небольшие барашки но нам это не помешает мы проплывем чуть дальше я говорю и будет здорово вот такой накатик идет ну красота сегодня погода прямо для нас попозже еще поснимаю вам что-нибудь интересное обязательно возьмем сейчас оденем маску и с юлькой наверное поплывем в глубину покажу и подводный мир потому что она все-таки одна боится потому что там могут быть и сарганы плавать и морские ежи и звезды еще кто-то и большие рыбы плавают вот она без меня немного боится вот вдвоем будет спокойно если что я ее поддержу а вы поддержите пальчиком вверх наш канал друзья подводное приключение вот такую маску я взял за 400 бат вообще шикарная резина тоже хорошая силикончик нормально так что все еще поплывем посмотрим насколько чистая вода если будет что-то интересное обязательно вам все покажем а а куда с ну что мы искупались единственное там а вот нюансы запомните кто хочет маской понырять ныряете вот в этой стране где камни вот но надо это делать когда прилив вот когда отлив там получается вода грязная кораллы очень близко расположены к вам что не очень удобно плавать потому что там волны получаются они вот там именно а если когда будет прилив когда вода досюда будет то волны будут как раз таки вот здесь где я иду и следовательно там будет море почище глубина будет меньше вот и можете спокойно нырять наслаждаться красотами подводного мира вот но так мелких рыбок я там поснимал вот ну буквально чуть-чуть такого прям что-то грандиозного я не увидел в этот раз вот но я говорю в следующий раз надо плавать именно в прилив если будет прилив тогда вы увидите вообще всю красоту вода будет там чистая прозрачная и вам не будет так страшно да тут смотрите даже цапля ходит наверное заплет или кто или аист какой-то вам полетел полете о даже такую красоту вам заснял так что здесь есть интересного тут вот какая-то рыбка мелкая плавает в речушечки наверно туда же и крабики сидят я так думаю рыбки много всякой мелкой бог здесь так проваливаешься прав песок так но я хотел вам между камней немного показать что здесь есть так же давайте я покажу смотрите а рыба реально много класса все здорово вот видите сейчас камни открыты а вот докуда ракушки потом от прилив будет вот этот камень весь закроет сейчас как раз таки начинается уже прилив сейчас перейдем туда камням на какой-нибудь камушек если получится залезть покажу вам сверху виды но я веду и промрой бы от меня все по разным странам но прикольно тоже необычный вот они тут камушки на камнях тут ракушки видите даже здесь вода как бы мутится а если это все когда здесь заполнится водой здесь будет вода чистое здесь тоже по-любому очень красивый подводный мир а что лазеек норок тут очень много вот так что тоже вот сюда можно приплыть только плавайте аккуратно потому что все-таки кораллы вы незаметно буквально чуть-чуть прошкрябаетесь вот но царапина останется я вот недавно покорябался до сих пор еще ногу щипит не сильно но щипит вот так сказать ого краб там какой зеленый смотрите зеленый здоровый краб там побежал вон он сидит видите спрятался короче крабы тут бегают такие тоже необычные уже зеленые под цвет камней наверно такие крупненькие крупненькие камни наверное тоже скользкие будут ногами если вставать попробуем да скользкие так что аккуратно если захотите полазить полазите аккуратно но я тогда уже не полезу и вот здесь вот тоже царит подводный мир плавают рыбки но сдать прилива прилива это вот самое главное я об этом не задумывался не знал но теперь буду знать то что лучше с маски плавать когда прилив тогда кораллы закрываются водой глубина выше вода чище песок вот этот вот здесь не болтыхает вот так вот а в камне и красота будет для вас так но мы сейчас поедем в кафе пообеды покажу что будем заказывать какие цены на еду вот не что можно перекусить как ребенку так и взрослому человеку так что оставайтесь не переключайтесь и если вас интересует где позаниматься серфингом то здесь поход дело как раз таки и учат серфинг люди записывают видео урок вот и вот так вот то есть сторону речки вот в этой стороне обучают серфингу я думаю тоже кому будет интересно пожалуйста сюда вот обращайтесь вас научат плавать и потом они вот когда сейчас прилив будет они выйдут и будут уже плавать на досках тренироваться и кстати тут даже фотку еще неоднократно видели ну как я и говорил мы пришли в кафе пообедать вот сейчас зайдем найдем местечко и стану есть называется вот так алипан афе вот здесь мы уже кушали цены нормальные и все вкуснее так ну что мы заказали сейчас себе улька взяла мохито с какими-то там взрывными шариками вот у меня клубы нечный чай и это той той чай чай короче с молоком и с каким-то добавлением еще фрукты как будто манга что мы еще заказали под тай с курицей да ой под стать с морепродуктами жареный рис с курицей набор да там и заказали мы томка на кокосовом молоке посмотрим на ее реакцию и как она как ей будет мы уже кушали на в принципе нормально для нее вообще такая пища это совершенно новое посмотрим ее впечатление и скажу ну и в конце увидите что нам принесут и какие цены все вам озвучим обязательно на сколько вышел обед на четверых человек ну трое взрослых один ребенок в этом кафе во-первых посмотрите какая порция здесь под тай с морепродуктами креветки вижу кальмар это арахис сверху посыпаете еще там он что-то курица по-моему какая-то посмотрите порцию юльки нот бы моя рука сами представляете ну нормально пола цена сейчас можно покушать до отвала под тай стоит 150 это стоит 90 фуалины это детская то что я вам говорил и томка кокосовом молоке и сразу приносит вам еще специи соль и остроту сахар мало ли кому что надо добавить вот такая вкуснятина как нам счет принесут я тогда точно вам назову цены чтобы не ошибиться аж так я чё-то не помню уже какие цены честно но все вкусно выглядит все аппетитно выглядит во первых арбузик ананас овощи рис с яичком и две сосисочки такие пообедали мы на четверых получается даже вместе с напитками на 599 бат 600 баттай с морепродуктами 120 стоит рис жареный с курицей 80 детский вот этот рис с овощами и сосисками стоит 79 тонк хат 130 вот этот шариками содовая то что у юки было 60 стоит и два чая вот один с молоком и клубничный по 65 бат холодный освежающий все вкусно оксана сказала то что в принципе суп достойный нормальный но единственное из того то что его много она его не доела вот но мы доедали но единственное что нам не нравится в этом супе что много всяких ростков там плавают каких-то стеблей приходится ковыряться короче вот и принесли еще нам комплимент это арбуз и ананас так что вы подписывайтесь на наш канал ставьте палец вверх пишите комментарии и до новых встреч пока субтитры подогнал «Симон»